Ребята, привет! Мы в Харадсе. Едем в арт-галерею. Здесь есть арт-галерея на 4 этаже, там можно купить арт-работы современные, популярные. Мало, но можно. Сейчас я это все вам сниму и покажу, как это все выглядит. Вот пока смотрите, как выглядит Харадс. У меня сегодня Клубеде не разрешили в Харадсе снять отдел продажи картин. Это вот работы Энди Вэррол, американский артист, 1928-1987 год. Был одним из организаторов поп-арта. Так, ну теперь пошли посмотрим его работы. Надписей тут нигде нету, поэтому, ребята, догадывайтесь сами, что изображено. Я просто буду вам ходить и снимать. Это квадратного размера работы, примерно 90 на 90 под стеклом. Это принты. Это принт. Знаменитые все, вот я заметила, знаете, вот который раз я сюда прихожу, вот в этом отделе арт, портреты знаменитостей. Это боксер, но это что-то египетское. Вот эти вот маски, знаете, драконы вот эти вот. Пират. Вот извлечение. Если вы хотите узнать больше про Энди Вэрхол, посмотрите на его изображение, на его картинах и на его фильмах. Он весь там, в своих работах. И ничего между ним и работами нет. Блэк Глэйм. Ват Бекамс Аляген Мост. Кто стал наибольшей легендой? В этом зале уже, видите, металлические, так сказать, конструкции. Вот так вот как-то выглядит арт-зал тот. Лав из Блайнд. Полет любви. Ну это, кстати, знаете, что это трюк из цирка Дю Салей. Да, я когда была в цирке, там тоже такой трюк, и два акробата тоже делали вот такой трюк. Мужчина стоял на руках, а женщина на нем. То есть это сила мышц. Давид Лашчапл. На стене написано «The force of nature», силы природы. Как будто человек, знаете, как на водных лыжах. Только вместо катера вперед ее несет вот этот мячик. То есть она наклонила голову к ногам, ветер раздувает волосы, платье. Вот с этой стороны видно. Она повернула, как будто бы лицо в эту сторону. Вот так, если смотреть, то уже понятно, что это, видимо, девушка. Как бы силы природы. Эта штука, видите, качается. Почему она качается, я не в курсе. Там тоже ничего нету. Не знаю, может кто-то подходит ее пальцем тыркой, а она пошла кататься. Мужчина и женщина. Здесь уже, видите, мышца выражена на руках. Это как-то у мужчины, у женщины нет. Она как-то тоже... Это как бы вот этот мужчина более... Кстати, я отдаю больше голоса ему, чем туда. Так, с этой стороны у нас тоже коллекция любви. От Лоренза Квин. Вот. Так, ну здесь руки, это, видимо... Не знаю, тоже как будто руки переплетены в восьмерку. Вот они, видите, друг друга держат. Это все дело можно, кстати, купить. Цены нигде не выставлены. Видимо, надо подходить, специально спрашивать цену. Но это какой-то, я так понимаю, намек на лошадь. Грива, глаз и рука пальца. Это репродукции Пабло. Это репродукция, да? Это репродукция, но они репродукции, созданы от Гассо. Они просто никогда не были созданы как-то. Они были созданы для процесса, потому что, как вы знаете, он потратил много времени, чтобы перейти в баку. Да, специальная машина, с очень хорошей качественностью. Нет, это не специальная машина, правда, это было притягивание. Это репродукция. Да, это репродукция. Репродукция Пабло Пикассо. Спасибо. Что касается прайсов? Ничего, между 25 тысяч рублей и 200-300 тысяч рублей. С сертификатом авторитетом из офиса Пикассо, да, из Кисона. Спасибо. Вот смотрите, вот мальчик мне так что сказал. Видите, оригинальные надписи, это литография. Напечатана на высококлассном принтере. Значит, репродукция картин Пабло Пикассо. Вот буйвол. Вообще его нельзя копировать, конечно. Видать, они заплатили большие деньги. Он сказал, что принты в продажу от 25 тысяч фунтов за принт до 300 тысяч. Размер очень маленький, размер 60 на 40, 60 на 50, не больше. От 25 тысяч фунтов до 300 тысяч. Естественно, подпись не Пабло Пикассо, безусловно, а его сына. Потому что его сын заправляет авторскими правами, папашкиными. И, в общем-то, вот это вот все с разрешения офиса, с оригинальной подписью сынулика. Известного папашки. В общем, короче, вот как-то так. Они, кстати, недавно начали делать, ну как недавно, несколько лет только делать вот эти вот арт-проекты. Вот это вот все было тут, наверное, год назад. Вот это, кстати, видите, ничего не купили, так и висит. Как сейчас помню, цена одной работы 25 тысяч фунтов. Ну, узнаешься, да? Как бы фишка такая. Короче, это принт, и поверху, видите, блестит. Это наклеены маленькие стразы Сваровские. Примерно миллиметр на миллиметр, полтора на миллиметр. И вот, когда свет падает на эту картину, вот это все дело светится. Размер этого всего дела метр двадцать на полтора. Смотрится эффектно. Видите, с разных сторон. Можно на это дело смотреть, как свет падает, люди ходят, тень. И все это, видите, я камеру кручу, и все это светится. Я вам скажу честно, работа муторная просто. Пока-пока. Пока-пока.